И я вновь приветствую всех на своем канале, и это третья часть пустых баночек. Напоминаю, баночки я собрала за август, сентябрь и половину октября. И собственно говоря, в этой части мы с вами посмотрим, какие же гели для душа и пены для ванн у нас подошли к концу. Давайте начнем с компании Ифраше. К сожалению, закончился у меня гель для душа из линейки Плезир Натюр, манго и кориандр в объеме 400 мл. Обожаемый мною гель для душа. Потрясающий, сочный аромат манго. Чувствуется пряная нотка кориандра. Ну, обожаю просто эту линеечку с манго. У меня этот продукт шел в паре вместе с лосьоном для тела, и есть у меня еще малышок крем для рук. Крем и лосьон еще остался, а вот гель, к сожалению, подошел к концу. Но я на самом деле не расстраиваюсь. Дело в том, что недавно в подарок я получала жидкое мыло манго и кориандр, которые я планирую использовать как гель для душа. Ну, друзья мои, шикарная просто линеечка. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте, я уверена. Если вы поклонник манго, этот аромат вас точно не оставит равнодушным. Следующая баночка уже в объеме 200 миллилитров, и это малина и мята. Вы знаете, не с первого вдоха я поняла этот аромат. Изначально из бутылочки он абсолютно на меня не произвел никакого впечатления. Он никакой. Какой-то мне показался плоский, какой-то мне интересный. Но при соприкосновении с водой малина раскрылась. Сочная малина. Классная, сладкая. Чувствуется освежающая нота мяты. Обалденный гель для душа. Был у меня такой и крем для рук. Девчонки, классный. Я обязательно куплю, как только немножко разрежу свои запасики. Еще один гель из линейки Плезир Натюр, также в объеме 200 миллилитров. Это у нас мимоза и хлопок. Друзья мои, вы знаете, как меня поразила мимоза Фаберлик. Просто шикарно передан аромат. Вы знаете, и Фрошет также просто огромные молодцы. Они прекрасно передали аромат мимозы в данном геле для душа. Насчет хлопка. Вы знаете, я здесь хлопка не услышала. Абсолютно не услышала. Понравился этот гель. Использовали мы вместе с Игорем данный продукт. Девчонки, и остались в полном восторге. Если два предыдущих варианта были гелевой консистенции, здесь уже шла кремовая консистенция. Очень классная, красивая, перламутровая. По-моему, у меня в запасике еще один есть такой гелик, чему я очень рада. Да, вроде бы оставался. И еще один малышок от компании Ифраше. Это зимняя ленитка снежная. Сказка с ароматом миндаля. Друзья мои, баночка абсолютно чистая. Использовал Игоречек до самого конца. Он постоянно вымывает банки. Я все время его ругаю. Говорю, не вымывай банки до конца. Я хоть буду показывать, что из себя представляет данный продукт. Консистенцию, цвет. Но вот ему очень нравится использовать продукт до самого конца. Тем более, если продукт его этот впечатлил. Да, на гель для душа его очень впечатлил. Я на самом деле хотела услышать здесь ноты горького миндаля. Мне больше нравятся именно эти ноты. Но здесь представлен такой сладкий марципановый, но очень-очень приятный. Кстати, данная зимняя лимиточка еще очень нравится моей дочке. Данную малышку я получала в подарок. Огромное спасибо, девочки мои хорошие, за такой приятный подарок. Правда, использовали с большим-большим удовольствием. Дальше я хочу показать вам продукты от компании Avon. Использовала я просто потрясающий гель для душа. Это линейка Naturals бархатистый роза и пион. Гель для душа, освежающий в объеме 200 мл. Получала я этот гель также в подарок от своих девочек. Девчонки, гель шикарный. Я бы в жизни не подумала, как могут классно сочетаться, как могут классно подружиться между собой роза и персик. Сладковатая такая фруктовая нота персика. И аромат лично для меня такой горькой красной розы. Обалденный, просто шикарный. С огромным удовольствием я этот гель использовала. Девчонки, миленькие, спасибо вам огромное. Правда, настолько понравился, действительно очень сильно впечатлил. Гель для душа из коктейльной коллекции линейки Сенсус Карибская Калада с ароматом кокоса и папайя. Также получала я его в подарок. Напомню, что Эйвен я не заказываю. Все, что вы видите у меня от компании Эйвен, это я все получала от моих девочек в подарок, за что огромное им спасибо, что знакомит меня с шикарной продукцией компании Эйвен. Я не побоюсь этого слова. По крайней мере, гели для душа и пены для ванны просто вне конкуренции. Выбирай только аромат. Но вернемся к Карибской Каладе. Кремовая консистенция белого цвета, аромат, действительно тропический, поднимающий настроение, такой фруктовый, классный, обалденный. Также использовали с большим удовольствием. И последний гель для душа из линейки Сенсус. Это два в одном для мужчин заряд бодрости с нотами янтаря и кедра. Шампунь гель для душа. Вы знаете, на самом деле, возможно, я нечестно поступила, уходя от бывшего супруга, я этот гель забрала с собой. Да, мне настолько понравился этот аромат, что мне было жалко ему его оставлять. Нет, безусловно, я оставила какие-то ему мужские гели, но этот я забрала с собой. И вы знаете, и тут мужчина подвернулся, но так я не знаю, конечно, возможно, это все звучит достаточно грубо, да. Но, друзья мои, вы знаете, какой же здесь классный аромат. Давайте я лучше вернусь в гель для душа. Он очень приятный. Я не могу его описать. Я не могу ни одного слова подобрать, чтобы описать аромат данного продукта. Но он просто шикарный. Боже мой, он остается еще на коже, на теле. Это фантастика. Это фантастика. Это просто супер вообще. Девчонки миленькие мои. Я не знаю. Ну, такой класснючий гель. Честно говоря, я один раз его своровала, также использовала, и мне он также безумно понравился. Но все-таки стоит отметить тот факт, что на коже, на теле мужчины этот аромат звучит гораздо интереснее. И последнее, что мне осталось вам показать от компании EVEN, это пена для ванны с ароматом ванили и орхидеи в объеме, простите, 250 мл. Вот такой вот классный шарик. Друзья мои, шарик действительно просто невероятный. Здесь заявлены ноты ванили и орхидеи. Я не знаю, откуда я здесь слышу шоколад. Вот мне кажется, что здесь есть еще какие-то шоколадные, именно молочного шоколада ноты. Данную пену для ванны мы не стали использовать по прямому назначению. Мы ее использовали как гель для душа. Никаких нареканий в этом плане абсолютно нет. Друзья мои, аромат остается на коже. Он просто обалденный. И я могу вам сказать, что данный шарик мы использовали в августе. И вы знаете, несмотря на то, что была теплая погода, этот аромат зашел просто потрясающе. Супер, очень понравилось, просто класс. Я осталась очень-очень довольна. Дальше я хочу вам показать продукты, которые у нас закончились от компании Faberlic. Подошла к концу. Крем-пена для ванны. Увлажняющее, нежное прикосновение из линейки La Creme. С кокосовым молочком и молочными протеинами. Как только я показала этот продукт, простите, в ролике, в покупочках, мне моя Иришка посоветовала сразу поставить этот продукт в разряд гелей для душа. Так как, как пена для ванны, честно говоря, данный продукт работает не так круто, как пены от Even. И вы знаете, я нисколько не пожалела. Продукт шикарный. Обалденный кокосовый аромат. Вы знаете, скорее всего, даже пахнет рафаэлками. Это сладкий, очень приятный кокосик. Но вы знаете, он абсолютно не приторный. Я могу вам сказать так, что и мама, и Соня у меня не любят аромат кокоса в косметике. Вы знаете, у меня был шампунь, у меня был бальзам, и у меня была эта пена. И всей этой троицей вся моя семья пользовалась с огромным удовольствием. Настолько классно здесь передан кокосик. Понравился. Очень обалденный. Буду заказывать еще. Я осталась в полном восторге от всех трех продуктов. Подошел к концу. У меня парфюмированный гель для душа, если я правильно называю, это аромат Шато Деларуа. Друзья мои, так же я осталась в полном восторге. Отличный просто гель для душа. Если говорить по поводу аромата, аромат меня покорил. Я хочу такой купить себе парфюмчик. Мне он точно нужен. Я не могу описать ноты. Мне кажется, здесь что-то фиолетовое. Возможно, это ирисы. Возможно, это фиалка. Возможно, это лаванда. Вот что-то еще. Мне кажется, что здесь что-то древесное есть. Друзья мои, я не посмотрела ноты данного парфюма. Но вот я просто рассказываю то, что я здесь слышу. Очень впечатлило. Вы знаете, давно такого не было, чтобы меня впечатлил какой-то аромат. Здесь же, да, я в полном восторге. Возьму на заметочку, но как минимум малышку Фаберлик я себе точно данного аромата приобрету. К сожалению, подошел к концу. У меня гель для душа из линеечки оранжери, роза и сандал. Девчонки, это шик, это роскошь, это восток, это тонность, это чувственность, которая остается на вашей коже. Вы знаете, скорее всего, данный гель для душа я бы могла бы назвать вечерним для двоих. Вот так. Очень классный аромат. Очень жалко, что данную линейку больше в каталогах не встретить. Сразу хочу показать вам вот такую вот парочку. Это у нас линейка Флёр де Прованс. Гель для душа, олива и бергамот и точно такой же мис для тела. Вы знаете, наверное, давайте я начну со спрея для тела. Абсолютно меня не впечатлил здесь аромат. Мне он показался абсолютно неинтересным. И, собственно говоря, я его пустила в качестве освежителя воздуха в туалетной комнате. Что касается геля для душа. Здесь история немножечко перевернулась, да, друзья мои. Вы знаете, на самом деле я хотела его пустить в разряд жидкого мыла. Но как только мы приехали в Тамбов, я говорю, давай, ну Игорю, я говорю, давай я перелью данный продукт в дозатор с жидким мылом и мы его доиспользуем. Он говорит, нет, подожди, дай его мне, я с ним попробую искупаться. И вы знаете, вот этот аромат вот именно на коже мужчины заиграл со всеми другими красками. И я бы его даже отнесла бы к мужским гелям для душа. Он настолько классно раскрылся именно на коже Игоря. Я вообще была в шоке. И вы знаете, я решила для себя, что данный гель для душа, скорее всего, я повторю, но только для мужчины. Потому что, да, то есть именно как мужской гель для душа, он просто шикарен. Вы знаете, да, я, ну мир перевернулся. Здесь какие-то чувствуются не то, что бергамотовые, либо оливковые ноты. Нет, здесь что-то я услышала и цитрусовое, и что-то вот именно такое мужское, какая-то мужская нота. Девчонки, ну вы знаете, может быть, даже, ну не то, что может быть, я вам сказала, что я его повторю. Будет оказия, будет у меня каталог на руках, я действительно приобрету его для Игоря. Потому что и Игорю он тоже, кстати, очень-очень понравился. Вот так бывает. Подошел к концу. У меня гель для душа от фабрики Свобода. Экстракт зеленого чая и экстракт апельсина. Пробуждает, придает ощущение упругости и тонизирует кожу. Бодрящая свежесть, объем 430 мл. Друзья мои, этот гель для душа был у нас в использовании уже не впервые. И это уже была повторная покупка, и я уверена, что при какой-то удачной возможности я обязательно его повторю. Потрясающий, бодрящий, освежающий гель для душа, который просто идеально подойдет на утро. Он желтого цвета, гелевой консистенции, яркий такой взрывной цитрусовый аромат. И несмотря на то, что здесь заявлен экстракт зеленого чая, который я не совсем люблю, скажем так, именно аромат зеленого чая в косметике, он здесь абсолютно не мешает играть цитрусом свои яркие краски. Обалденный, шикарный. Девчонки, если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Лично я от этого продукта в восторге. Цена в районе 70 рублей за объем 430 мл. Ну, это просто шик. Подошли к концу. Два геля для душа от DAV. Я очень люблю DAV. Ну, давайте начнем, наверное, по порядку. Первый – это ритуал красоты. Крем гель для душа с маслом авокадо и экстрактом календелы. Подошел к концу он у моей сестры. Позвольте, я напомню аромат себе. Да, все, я вспомнила, что мне сказала о нем Наташа. Наташа сказала, что он ей абсолютно не понравился. Вот, вы знаете, она, в принципе, так же, как и я, очень любит оригинальную кремовую отдушку DAV. Вы знаете, этой отдушки здесь нет. То есть, это абсолютно не то, к чему мы привыкли. Неважно, какой гель для душа у DAV представлен с какими нотами, все равно оригинальная отдушка есть, в каждом аромате присутствует. Здесь такого нет. И вот это Наташа именно и разочаровала. По качеству гель неплохой. Ну, друзья мои, мне сказать о нем нечего. Я такой гель не покупала. Вот, и вы знаете, судя по тому, что сказала моя сестра, наверное, вряд ли я его и куплю. А у меня подошел к концу вот такой гель для душа. Это аромат инжира и цветка апельсинового дерева. Мои зрители знают, что я не очень люблю аромат цветка апельсинового дерева. Но именно в этом геле я его просто обожаю. Я не знаю, то ли в тандеме с жасмином, то ли в тандеме с жасминой и оригинальной отдушки DAV. Но мне нравится здесь аромат представленный. Девчонки, классный-классный. Буду покупать однозначно еще. Плюс ко всему, мои зрители также знают о том, что у меня просто слепая любовь к продукции бренда DAV. Мне все очень-очень нравится. Прошел к концу гель для душа от полмолив мицеллярный уход с мицеллярной водой и экстрактом льна. Он был гелевый, прозрачный. Здесь, как вы можете видеть, водичка стекла. Да, мама пыталась вымыть его до конца. Он безумно ей понравился. Вы знаете, это тот самый нейтральный гель для душа, который должен быть у каждого на полочке. Он не имеет яркой отдушки, он очень комфортный, он очень приятный. Я думаю, что о качестве геля для душа полмолив мне повторяться не стоит, дабы не затягивать ролик. Девчонки, он просто шикарен. И я вам могу сказать, что вот эта вся линеечка мицеллярного ухода, она просто отличная. У меня дома есть еще в запасиках такие гели. И я специально достала их для того, чтобы мама и Соня, как бы, то есть ими пользовались с огромным удовольствием. Потому что вот лично мама осталась, ну, очень-очень довольна качеством данного продукта. Гель для душа от ФА, йогурт алоэ вера. Уход и свежесть, крем-гель для душа с протеинами йогурта. Шикарный гель. Вы знаете, я бы его подержала бы еще в запасах, но случилась у меня беда. Приоткрылась крышка, и практически половина геля для душа у меня вылилась в коробку. Я не стала эту половинку держать в запасах и, собственно, поставила в использование. Вы знаете, это опять же тот случай, когда не хочется цветов, когда не хочется какой-то яркой парфюмерной отдушки, ни фруктов. Ничего не хочется, а хочется именно какой-то степенности и, если можно так сказать, зелености. Друзья мои, он настолько нейтральный. Кремовая, нежнейшая консистенция, ну, просто шикарная. Бенообразование отличное. Ну, конечно, лично для меня, как для Атопика, этот гель все-таки подсушивает кожу. Но, друзья мои, я еще раз повторяюсь, что у меня кожа весьма и весьма своеобразна. А для обычного потребителя этот гель, ну, я слышала многие отзывы, девочки говорили о том, что практически не подсушивает кожу. Вы знаете, я увижу этот гель, я обязательно куплю. Очень понравился. Он очень-очень классный. Также сразу хочу показать вам вот такую пару от ФА. Это у нас Ночи и Панемы, линейка Ритмы Бразилии. Итак, маракуйя и аромат ночного шасмина. Друзья мои, с огромным удовольствием я использовала эту пару. Безусловно, гель для душа закончился гораздо раньше, потому что его также оценила и моя дочь. Вы знаете, он такой вечерний, он такой томный, он такой, вы знаете, как вот назвать, парфюмированный, который вот подойдет на холодное время года, либо же на лето, на весну, на холодные вечера. Он такой уютный, обволакивающий, укутывающий, очень крутой. Вы знаете, за 75 рублей я его брала, надо было брать два. Конечно же, дезодорант у меня в использовании был гораздо дольше, чем гель для душа. Наверное, месяца два я его использовала. Шариковые дезодоранты я использую исключительно тогда, когда нахожусь дома именно для, скажем так, домашнего использования. Чунки понравился. Также понравился. Покупала я его в магазине Улыбка Радуги. Если я не ошибаюсь, что-то в районе 90 рублей. Девочки, такая пара шикарная. Я обязательно ее повторю, вот несмотря на свои огромные запасы. Потому что я считаю, что в преддверии холодов данная линейка именно по своему аромату будет актуальна, как никогда. Подошел к концу. У нас гель для душа от Космия. И это у нас нежная карамель. Потрясающий сладкий аромат и риски. По качеству гель прекрасный. Мне, конечно же, он подсушивал кожу. Но я знаю, что не всем девочкам он подсушивает кожу, как мне. Но я не буду повторяться о своеобразности своей кожи. Девчонки, прекрасная цена в магазине Ашан. По-моему, я его брала что-то в районе 80 рублей. Наверное, может быть, 79 или 75 рублей. Очень люблю. Но, безусловно, моим фаворитом из линейки кель для душа от Космия является лимонный маффин. Но я думаю, что многие о нем слышали. Да, он просто бесподобен. По поводу повторной покупки данного продукта. Вы знаете, скорее всего, нет. Я его попробовала. Да, сладкое, может быть, слегка приторное и риска. Но использовали. А вот так, чтобы бежать повторно покупать, ну, я не знаю. Сейчас на прилавках столько всего интересного представлено в том же самом Ашане, что, наверное, нет. Скорее всего, нет. Я его повторять не буду. Подошла к концу. У меня вот такая вот парочка от Комплимент. Гель для душа и крем для рук и тела с морожкой. Это также подарок Иришки из морожковой посылочки. Что я могу сказать? Кстати, гель для душа объем 250 мл и крем объемом 200 мл. Вот вы знаете, одна линейка, а ароматы разные, абсолютно разные. Здесь очень приятная ягодная отдушка. И рука у меня тянулась к этому гелю для душа. Просто вот хотелось им пользоваться. Что касается крема для рук и тела, мне он не понравился. Вы знаете, здесь есть также вот эта ягодная отдушка, но здесь присутствует какая-то очень неприятная, горькая нота. Конечно же, я выбрасывать не стала этот продукт. Я его использовала в качестве смываемого ухода. Плюс ко всему мне показалось, что этот крем абсолютно ничего не делает для моей кожи. Он даже не увлажняет. Я не могу сказать, что он ее пересушивал, нет. Просто я намазалась и такое чувство было, как будто я ничего и на себя и не наносила. Ну и плюс ко всему, вот это не совсем для меня приятная отдушка. Но использовать в парочке как гель для душа и смываемый кондиционер для тела мне все равно было очень приятно. Иришка, в любом случае, огромное тебе спасибо, что ты меня познакомила с этой парой. Для себя я решила, что подобный бы гель я повторила бы. Подошел к концу, у нас гель для душа, источник совершенства и чистоты от бренда Жарминаль Косметик. Я не устану повторять о просто потрясающем оформлении данной линейки. Данный гель для душа у меня шел с черничкой. По-моему, черничный йогурт. Так, 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 так. Нет, тут не написано. С черникой. В общем, девчонки, аромат приятный, гель для душа классный. Но, вот у нас он застоялся. Месяц стоит, второй месяц стоит. Вроде подходишь к маме и Соне, спрашиваешь, а чего стоит? Не нравится вам этот гель? Да нет, нравится. А почему не пользуемся? Ну, вот что-то как-то никак. Ну, вот как-то, друзья мои, простоял он практически два месяца без использования. И я его решила пустить на жидкое мыло. В качестве жидкого мыла ушел он достаточно быстро. Вы знаете, продукция неплохая у Жарминаль Косметик. Но стоимость ее достаточно высока. Я считаю, что такие деньги платить за гель для душа, который, в принципе, вас своим ароматом и качеством, ну, скажем так, не совсем удивит. Я думаю, что не стоит. Вы знаете, тот же самый гель для душа от Фа Ночи и Панема на меня произвел больше впечатлений, чем вот этот дорогущий гель для душа. Ну, вот как-то так использовала и использовала, но советовать, конечно же, не буду. Для себя я решила, что эту баночку я оставлю. Есть у меня огромная бодейка геля для душа от Палмолив. Буду сюда переливать, потому что и дозатор здесь работает хорошо. Ну и, собственно говоря, оформление, да, конечно, очень красиво будет смотреться на полочке в ванной. У моей сестры, у Наташи закончился гель для душа от Кафе Мими, витамины для кожи, экстракт смородины и клюквы. Очень классный гель для душа. Здесь небольшой объемчик, здесь, по-моему, всего лишь до 100 миллилитров. Кремовая консистенция, очень приятный ягодный аромат. Я не могу сказать, что здесь прям ярко выражена либо смородина, либо клюква. Почему я так подробно рассказываю об этом геле? Потому что я с ним также очень близко знакома. Мне он очень нравится. Нет, здесь не ярко выраженный аромат смородины и клюквы. Здесь просто приятный ягодный аромат. Девчонки, вот если вы его встретите, как я, в свое время в магазине Дикси за 39 рублей, то купите, попробуйте, не пожалеете. Так, сейчас у меня здесь упадет. Позвольте, я поправлю. И мы с вами продолжим. И осталось, собственно говоря, мне показать вам всего лишь один продукт. Вы знаете, это моя боль. Да, я очень сильно расстроилась, когда поняла, что данный продукт у меня закончился. Это у нас бренд Реал Косметик. Гель для душа, для сухой, очень сухой, чувствительной и склонной к атопии кожи. Друзья мои, это было СОС-средство, когда у меня были рецидивы, страшные рецидивы атопии. Это был просто какой-то кошмар. Это для меня была находка. Это был для меня СОС-продукт. Доставала я его именно тогда, когда мне было совсем плохо. Я не могу сказать, что он лечит. Нет. Но то, что он успокаивает кожу, снимает зуд, снимает воспаление, это факт. Стоит он достаточно дорого. Но вот вы знаете, как говорится, если будет совсем худо, то я его обязательно повторю, потому что продукт на самом деле просто отличный. Хватило мне, кстати, этого геля для душа практически на год. Да, вот такая вот история. Безумно жалко. Давайте я вам покажу, что здесь пишет производитель. Я знаю, что, к сожалению, атопиков становится все больше и больше. Друзья мои, если вы страдаете данным заболеванием, как атопический дерматит, то, конечно же, я вам советую присмотреться к этому продукту. Может быть, действительно, с таким расходом, что его мне хватило на год, может быть, его и действительно стоит купить. В общем, друзья мои, классный гель. Могу однозначно вам его порекомендовать. Ну что ж, мои хорошие, вот и все гели для душа, которые я для вас собрала за эти два с половиной месяца. Достаточно много. Ну, как говорится, что делать? Семья большая, семья растет. Вот теперь баночек будет, наверное, больше. Ну что ж, мои хорошие, наверное, на этом я буду заканчивать и эту часть. Впереди, конечно же, будут еще пустые баночки. Ну, а я буду с вами прощаться. Я очень надеюсь, что вам со мной было полезно и интересно. Всем огромное спасибо за внимание и просмотр. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok